Здравствуйте, уважаемые шашисты! Недавно в поселке Лоо Краснодарского края, в этом курортном поселке, завершился всероссийский турнир по русским шашкам среди женщин. Второе место по дополнительным матчам заняла спортсменка из Якутии Алена Большакова, мастер ФМЖД. А третье место заняла спортсменка из Санкт-Петербурга Ника Леопольдова. И сегодня, друзья, мне хочется разобрать первую партию из этого матча. Данную партию вы можете посмотреть на канале Яниса Сафина, ссылочку оставлю в описании этого ролика, закреплю в комментариях, а мы с вами проанализируем вот эту партию. Несмотря на то, что Алена Большакова заняла второе место, в этой партии победу одержала Ника Леопольдова. Друзья, соперницам выпал следующий дебют. ЕФ4, ДЦ5, СБ4, ЕД6. Обязательные ходы. И в первой партии Ника Леопольдова пошла Б5. Ну, это сильнейший ход в этой позиции. То есть, у белых позиция без особых слабостей, а у черных отсутствует важная шашка на поле Е7. То есть, я называю шашку Д8 и Е1 золотыми шашками, а шашки Д2 и Е7, серебряные шашки, так скажем. Они очень важны для взаимодействия между флангами. Ну, и в этой позиции Алена Большакова допустила серьезнейшую ошибку. Она сыграла ФЖ5. То есть, видимо, Алена перепутала вот эту позицию. Есть вот такая позиция, летающая шашка, жеребьевка. Вот в этой позиции, конечно, лучше всего играть ФЖ5. Ход ФЕ7 плох. Ну, мы с вами рассмотрим на примере партии между мной, Олегом Бурыловым, и гроссмейстером Дамиром Рысаевым, сыгранной на турнире мастеров. По-моему, в апреле мы играли. А сейчас мы рассмотрим партию между Никой Леопольдовой и Аленой Большаковой. То есть, в партии последовало ФЖ5. Надо было играть ФЕ7. То есть, после ФЕ7 был возможен следующий вариант. Де3, ФЖ5, ЖЖ4. Ну, и здесь лучше всего, конечно, размениваться СД4. Особого выбора у черных нет. Побили, побили. Ну, и как бы белые не били, все равно все условится к следующему варианту. Допустим, так. Сыграли АЖ7, разменялись. И белым лучше всего играть СД2. То есть, позиция черных подвержена охвату, окружению. То есть, шашка на Д4, несмотря на то, что она стоит в центре, на самом деле она довольно-таки слабая. Она подвержена окружению. Белые могут ее выиграть. Ну, и в этой позиции лучше всего, наверное, играть либо ЖЖ6, либо АБ6. Ну, допустим, если ЖЖ6, тогда играем Де3 за белых. ДЦ5 уже надо играть. Хода ФЕ5, как видите, нету. Ну, потому что черные проведут довольно-таки простенькую комбинацию. И останутся с лишней шашкой. То есть, такого хода нет за белых. Поэтому белые здесь вынуждены размениваться назад. Ну, и после размена СБ6 и боя на Д6, у черных позиция похожа, но ничья возможна. То есть, друзья, в этом дебюте, после хода белых БА5, все-таки вот это продолжение, это сильнейшее за черных. Алена Большакова сыграла ФЖ5. Ника разменялась на поле Ф4. Ну, и видите, белые грозят ходом СБ4 связать фланг черных. Алена здесь ответила ЖФ6 и Ника, так скажем, воплотила в жизнь свой план. Ну, на самом деле, ход СБ4 выпускает выигрыш, который достигался лишь одним единственным ходом. Можете поставить видео на паузу. Сильные шашисты, гроссмейстеры, мастера, кандидаты попытаться найти выигрыш за белых. Единственный ход только ведет к победе. Это ход ФЕ3. Ход СБ4 выпускает выигрыш. Как белые могли победить после хода ФЕ3? Ну, рано или поздно черным бы пришлось играть ФЕ5. Тогда белые размениваются именно вперед. То есть, не дают сыграть АЖ7 из-за простого ЕФ4. Ну, и также ДЕ7 нельзя играть. Приходится играть ФЕ7. Тогда ЦД4. АЖ7, АБ2, ЖФ6. И тут есть отличный ход, приводящий к победе. Это ЕД2, как ни странно. Черные. Черным лучше всего пожертвовать шашку и напасть ДЕ5. В этой позиции также единственный ход ведет к победе. Можете также остановить видео, поставить на паузу, попытаться найти выигрыш за белых. Ну, ход БЦ3 на самом деле не ведет к победе, потому что есть... Есть... Так, стоп. Есть вот такой ударчик. То есть, в этой позиции дамка затем черных ловится, но выигрыша за белых тут нет. Ход ДЦ3 плох из-за того, что в этой позиции также черные проводят такой же ударчик. ЦБ4, ЦД6, бьют на Ф4. Надо закрываться БЦ3. Ну, и после боя на Д6 именно у черных даже в этой позиции преимущество. То есть, в этой позиции победе ведет лишь неожиданная жертва АБ4. Но обратите внимание, в эту сторону бить бесполезно, потому что после БЦ3 приходится жертвовать еще одну шашку. Ну, и там позиция, конечно, проигранная. То есть, таких разменов каких-то нет из-за простого АЖ5 или АЖ7. Ну, и мы попадаем в дамки. А если, допустим, играть БЦ5, то стоит простой ударчик. Вот такой, и опять же, побеждают белые. То есть, бить сюда бессмысленно. Если бить сюда, на Е1, то белые бьют на поле Ф8. Ну, и видите, следующим ходом поймают дамку черных. А если напасть отсюда, то просто играем ЕД4. Если отсюда нападают, ну, играем просто ЕФ4 и выигрываем. Если же черные в этой позиции бьют на поле А1, прошу прощения, то белые бьют на поле Ф8. Ну, и друзья, видите, постоянно стоит вот эта петля, а на поле Е5 уйти также нельзя, потому что белые отдают шашку. Еще две. Ну, и дамка черных ловится, белые легко побеждают. Вот такой интересный, красивый выигрыш был у Ники Леопольдовой. Ну, вернемся к партии. После хода ЦБ4 Алена Большакова напала ФG5. Белые разменялись. Также на поле Ф4. Черные играют АЖ7. Белые АБ2. ЖФ6. БЦ3. Обе стороны подтягивают свои отсталые шашки. И черные опять атакуют правый фланг белых. Здесь, в этой позиции, Ника Леопольдова сыграла ФЕ3. Ну, на самом деле, лучше было разменяться вот таким образом. ФЕ5. Вход кажется странным, но на самом деле он сильнейший. То есть, обратите внимание, хода ЦД4 нет из-за простого ударчика. ЦБ2 и БЦ5. И БЦ5 попадают на преддамочное поле с победой. То есть, а как играть? Если же черные здесь играют ФЖ7 и затем отыгрывают обратно шашку, то в этой позиции БЦ5 получают большое преимущество. Возможен следующий вариант. Размениваются таким образом. Белые нападают ЕД4. Надо отходить. И лучше всего здесь сыграть АБ4. Ну, и здесь возможен следующий вариант. Допустим, черные играют ДЦ7. Тогда белые... Так. Здесь белые. Белым лучше всего. Так, друзья. После ДЦ7 белые играют ЦБ2. Ну, и тут какие-то ничейные возможности есть. Допустим, после ФЖ7. И затем белые нападают. И черные вынуждены жертвовать шашку и добиваться ничей вот таким образом. Конечно, так не хочется играть за черных. Поэтому... Ну, а как, в принципе, тут играть? Если играть ЖЖ4, то ничья тоже за черных есть. Но тоже довольно-таки непростая. Допустим, ДЕ5. Надо отходить. Разменялись. И белые играют ЦБ2. И в этой позиции ничей ведет лишь единственный ход. Ну, хочется сыграть ФЕ7. На самом деле, к ничей ведет лишь ФЖ7. ФЕ7 проигрывает. Белые нападают. Надо отходить. Нападают еще раз. Опять надо отходить. Побили-побили. И черные проигрывают шашку. Далее, как играть? Допустим, ЕФ6. ЦД2. Ну, если играть так, то просто ДЕ3. А если играть ЦД4, тогда играем АБ6. ФЕ5. Играем БА7. Ну, и после такого хода проще всего за белых напасть. Ну, надо отходить. Иначе вот эти все эншпили ведет к треугольнику Петрова. Проигранно, конечно. А если так, то отдали шашку. Поставили дамку. Надо отходить. Напали еще раз. И после АБ6 у черных проигранная позиция. Еще раз давайте посмотрим. ДЕ5. Отошли. Разменялись. ЦБ2. ФЖ7 только ведет к ничей. Ну, и дальше как лучше всего сыграть за белых. Ну, такие ходы, они на самом деле ни к чему хорошему не ведут. Ну, просто отошли. Ну, и тут непонятно, как выигрывать. На самом деле, тут, конечно, выигрыша за белых нет. В этой позиции сильнейший ход, конечно, за белых это БА3. Давайте рассмотрим еще ход ЦД4. После ЦД4 у черных есть отличная реплика ЕФ2. Только вот эта жертва спасает черных. Давайте рассмотрим. Побили, побили. И в этой позиции надо сыграть точно. Ну, не в этой позиции, вернее. Подождите. Так. Если белые побили в эту сторону, надо играть ЖА6. И далее, возможно, побили, побили. Ну, и обратите внимание, сюда нельзя из-за АЖ3. А если БА3, то просто АЖ5. Если БЦ3, ну, можно даже АЖ5 здесь сыграть. И у черных ничья есть после ЦД4. Просто есть такая присоска ЖФ4. И ничья черным гарантирована. Давайте рассмотрим еще вариант, связанный с БА3. Здесь черные опять вынуждены сделать точный ход ЖА6. Ну, и далее возможен следующий вариант. Ну, если опять играть, допустим, ЦД4. Опять есть эта жертва. Это ничего не дает. То есть надо играть ЦД4. Тогда черные играют ЕД2, побили, ставят дамку на поле Ц1. Ну, и после хода ДЦ7 черные размениваются. И этот Ншпиль ничейный. Да, белые могут, конечно, помучить черных. Но здесь закономерный результат будет ничья. То есть все-таки можно сделать вывод, что в этой позиции ФЕ3, как сыграла Ника, там на самом деле равная позиция возникает. А вот после ФЕ5 все-таки преимущество еще было у белых. Ну, и довольно-таки значительное. То есть для достижения ничьей черным приходилось играть точно. После же ФЕ3, как было в партии, черные ответили ДЕ5. Ну, в эту сторону бить плохо, поэтому Ника побила на Д6 с поля Б4. Черные жертвуют еще одну шашку и проводят ничейную комбинацию. Побили, побили на Б2. Белая игра ЦД2. Побили, побили. В этой позиции, ну, она абсолютно равна. Ну, даже можно сказать, что у черных чуть-чуть поприятнее за счет вот этого постоянного удара. Алена Большакова сыграла ФЕ7. Далее последовало ДЕ3, ХЖ5, ХЖ3. Ну, позиция абсолютно равная тут. У белых и у черных нисколько не лучше и не хуже. Здесь Алена Большакова пожертвовала шашку и сыграла БЦ7. На самом деле, жертва тоже равная. Ничего не дает черным после хода ЖФ2. Здесь у черных еще была ничья. Можно было сделать ее после хода ЖФ4 и затем сыграть ЦБ6. Возникала ничейная позиция. Можно было сразу же, не жертвуя шашку, сыграть ЦБ6. Также возникала ничейная позиция. То есть, ничего страшного тут не было. Алена Большакова сыграла ЕФ6. Видимо, как говорится, ход от ничьей. Пыталась как-то выиграть, обострить партию. Но после хода ЦД2, отличный ход, выясняется, что позиция черных проиграна. То есть, ну, так играть бесполезно. После ЖФ4 или даже ДЕ3. Тут, конечно, выигранная позиция за белых. Поэтому черные сыграли ФЕ5. Белые играют точно ЦД6. Ну и после вынужденного ЖФ4 побили на Б8, на Х2. И надо бить именно на поле Ф4. И после хода ДЦ3 Алена Большакова, игравшая черными, поздравила Нику Леопольдову с победой. А, друзья, на самом деле, конечно, да, хочется отметить, что бить надо именно на поле ЖФ3. То есть, вот, прошу прощения. Так. Еще раз эта позиция. Да. Бить надо именно на поле ЖФ3. Если бы белые побили на поле Ф4, то тут возникала уже ничейная позиция. То есть, смотрите, красиво она возникает. Позиция на самом деле просто фантастическая. Черные играют, ставят дамку на Х2. Но обратите внимание, закрываться так бессмысленно из-за простого АБ6. И как бы белые не били, все равно черные бьют две шашки. Но можно лучше таким образом побить. Затем занимают либо двойник, но если белые, допустим, займут большую дорогу, просто на С7 играем и все. То есть, ничья черным обеспечена. Поэтому так закрываться бессмысленно. Если закрываться таким образом, то черные нападают с поля H2. Теперь так играть нельзя из-за простого ДС7. Если играть так, то так же ДС7 и затем бьем, ну, даже на поле С1, допустим. Вот таким образом черные достигают ничьей. Поэтому в этой позиции лучше всего отходить, допустим, на поле H4. Но теперь белые красиво делают ничью. Черные делают ничью. Они играют на поле B8, то есть, грозят сыграть АБ6 и сделать ничью. БЦ5 надо играть. Затем черные играют ДС7. То есть, на какие-нибудь такие ходы уже есть различные тут удары. Ой, прошу прощения. И черные бьют две шашки и занимают большую дорогу с ничьей. То есть, как играть? Опять остается так, в этой позиции, прошу прощения, в этой позиции так, остается единственный ход. За белых надо играть так. Нападать бессмысленно, просто подождали. То есть, так играть тоже нельзя из-за такого и такого. Еще белые могут даже проиграть. То есть, а как играть в этой позиции? Остается играть только АБ6. Ну и в этой позиции опять единственный ход, за черных, но он ведет ничьей. То есть, черная игра таким образом. Хочется сыграть ЕД4, но у черных есть вот такой красивый ударчик с ничьей. ЕД4 не сыграешь. А если же белые играют на поле F8, то черные просто бегают по двойнику. То есть, в этой позиции, друзья, как ни странно, у белых выигрыша нет. Очень красивая позиция, очень прямо интересная ничейная крепость была открыта. вообще, друзья, хочется проанализировать, почему в этой позиции Алена Большакова сыграла именно FG5. То есть, ход проигрывающий на самом деле. То есть, видимо, она перепутала вот эту позицию с этой позицией. Вот эта позиция встретилась в моей партии с Дамиром Рысаевым Гроссмейстером. То есть, во второй партии Дамир сыграл FG5, когда я играл черными, и после защиты все-таки черные достигли ничей. А в первой партии я, игравший белыми, черными, сыграл FG7, ну и в итоге проиграл. Как это произошло? Белые сыграли FG3, ой, FG4, и после намеченного FG5 неожиданно пошли HG3. То есть, на BC3 размены уже были, там ничего страшного. А белые сыграли HG3. Здесь я разменялся вот таким образом. Ну и после AB4 размена я сыграл EF6. И позиция на самом деле тут проигранная за черных. То есть, после хода CD2 черные проводят красивую комбинацию, но на самом деле она ведет лишь к поражению. Черные отдали DE3, сыграли HG5, белые побили, CD6 побили, DE7 побили, BC7 побили, и здесь я побил вот таким образом. Так, 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 дамка, так, так, так. То есть, черные перепрыгнули два раза через поле C5. Согласно правилам, в русских шашках можно перепрыгивать два раза через одно поле, но через одну шашку перепрыгивать дважды нельзя. И затем я снял богатый урожай. Что выясняется в этой позиции? Несмотря на красивую комбинацию черных проигрыш, белая играет АБ6, то есть, грозят рано или поздно поставить дамку, я сыграл АЖ7. БА7, ЖФ6, то есть, не даю белым поставить дамку из-за ловли. Здесь Дамир сыграл ЕФ2, я пошел на поле Б8. Ну, рано или поздно так придется сыграть. Дамир сыграл ЖХ2, я пошел ФГ5. И после ФГ3 здесь партия очень быстро закончилась. Но так играть нельзя, потому что дамка ловится, поэтому мне пришлось пойти на поле Е5. Дамир нападает на мою дамочку, мне пришлось уйти. Дамир сыграл на поле А7. Ну, и после того, как я сыграл на поле АЖ8, Дамир напал на мою шашку, я ушел на фланг, ну, и после этого размена выясняется, что белые контролируют большую дорогу, проводят сперва шашку H2 в дамке, затем занимают большую дорогу дамкой и проводят третью шашку в дамке и легко выигрывают, строят треугольник Петрова. То есть, друзья, давайте подведем итог все-таки в партии с Дамиром. Позиция черных похожа, то есть, в принципе, если СД4 не играть, как играть, GH4, тогда белые играют GH2. Ну, и у меня уже ничего не оставалось, кроме ЕF6. ЖF6 играть бесполезно, белые разменяются на G5, затем захватят поле H6 при наличии шашки черных на поле H8. Это, конечно, проигрывный вариант, а если играть ЕF6, то белые проводят такой ударчик, затем играют GF4. Ну, давайте рассмотрим, тут тоже возможны красивые варианты. Допустим, GF6 и нельзя Fe5 из-за вот такой присоски. То есть, как бы белые не били, позиция все-таки уравнивается. Но здесь у белых есть отличный ход ДЕ3. Допустим, АЖ7 разменялись на B4. И здесь черные, белые нападают HG5. Отличная реплика. Ну, и надо меняться после такого размена. Ну, или, допустим, после такого размена. Белые просто играют Fe3. То есть, что хотят белые? Белые хотят сыграть HG3 и BC3. И затем пройти в дамки. То есть, как играть черным? Приходится играть BC5, но после BC5 белые играют EF4. Ну, и как, допустим, пошли сюда, тогда уже ударчик опять стоит. Таким образом белые побеждают. бежать. То есть, а если размениваться, то после, допустим, GF6, ну, просто сыграли EF2, меняться надо, ну, тогда белые выигрывают с помощью оппозиции. Куда бы черные не пошли, белые зажимают черных. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели две теоретические, две партии, имеющие теоретическое значение, то есть, партию между Никой Леопольдовой, спортсменкой из Санкт-Петербурга, и Аленой Большаковой, спортсменкой из Якутии, и также мою партию с игросмейстером Дамиром Рысаевым. Если вам понравилось данное видео, данный разбор партии, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал, можете поделиться им в соцсетях. Если вам что-то неясно, или вы нашли какие-то интересные варианты, пожалуйста, напишите ваш комментарий. До свидания! субтитры субтитры